Вы слушаете Радио Болтком. Ну и так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой, вот это за кулис, то, что там происходит, это, боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья. Несмотря на то, что на концерты пойти нельзя, жизнь все-таки продолжается. Андрей Асукин выпустил свой диск на американском лейбле, и скоро он появится в продаже в Латвии. В Домском соборе установили новый орган, не орган, а новый мотор для органа. Старому органу было 90 лет, и вот установили новый замечательный мотор. И в эту пятницу состоится онлайн-концерт с современной латвийской музыкой. Будут исполнять Айгер Срейнис, Илза Рейни и Кристина Адамайте. А вот в России жизнь кипит. Культурная уж точно. И в Санкт-Петербурге сегодня наши гости – это музыковеды, сотрудники Мемориального музея квартиры Николая Андреевича Римского-Корсакова. Это Лидия Олеговна Адер и Нина Владимировна Костенко. Здравствуйте. Добрый день. Нужно говорить немного погромче, вас очень плохо слышно. И как раз нам будут рассказывать о большом фестивале, художественным руководителем которого является Лидия Олеговна Адер. И этот фестиваль захватывает не только Санкт-Петербург, но проходит, когда я увидела пресс-релиз, то есть во многих-многих городах. Расскажите, как идея возникла, почему именно в этом году такой пышный фестиваль в честь Николая Андреевича Римского-Корсакова? В этом году музей квартиры Римского-Корсакова... У нас вы пропадаете очень сильно, да, то есть происходит такое квакание. Давайте попробуем еще разочек. Слышно ли это сейчас? Вы начните говорить, то есть как бы мы начинаем слышать, но потом начинает квакать сюда. В этом году мы празднуем 50-летие музея квартиры Римского-Корсакова. В рамках этого года празднования у нас идея проведения вот такого масштабного фестиваля «День Римского-Корсакова». Хорошо ли нас сейчас слышно? Очень надеемся. Уже гораздо лучше, да. Прекрасно. Будем надеяться, что связь восстановится. И впервые мы этот фестиваль провели два года назад, когда весь мир праздновал 175-летие композитора. И это были события по всему Петербургу на открытых пространствах, в концертных залах, в музеях. И вот за эти два года, несмотря на пандемию, нам удалось расширить масштаб фестиваля, привлечь другие города. Но прежде всего, конечно же, дата важная для нашего музея – это 50 лет музей был основан в 1971 году. И история создания музея не менее интересная, чем славное 50-летие всей деятельности нашего музея. Дело в том, что супруга композитора, Надежда Николаевна Римская-Курсакова, после ухода из жизни Николая Андреевича, прожила в этой квартире еще 10 лет, до 1918 года. И уже тогда она мечтала о будущем музее. Она буквально законсервировала обстановку нескольких комнат. Это рабочий кабинет композитора, музыкальная гостиная, столовая комната. И не разрешала ничего менять в обстановке этих комнат. Поэтому не только дети композитора, но и внуки очень хорошо запомнили обстановку квартиры. После 1918 года, к сожалению, как и во многих квартирах Центра Петербурга, здесь образовалась коммунальная квартира. И здесь жили совершенно посторонние люди, не родственники композитора. Здесь была большая 10-комнатная коммунальная квартира. Но перед отъездом дети забрали все вещи и хранили их до лучших времен. А семья у Николая Андреевича была большая, прекрасная семья. И вот пятеро детей хранили долгие-долгие, до 1971 года, вещи композитора. Долгие годы. Потрясающе. Аж мурашки потело. Потому что удалось сохранить предметы обихода великого русского композитора. И сейчас, я так понимаю, потом эту квартиру выкупили и основали музей. И так же все пытались разместить. Как было? Нет, конечно, эту квартиру не выкупали. Было несколько постановлений об открытии музея. Я говорила, что история создания музея очень длинная. Поэтому несколько раз принимались постановления об открытии музея. И затем отменялись. Например, музей мог открыться уже в 1948 году. По постановлению 1948 года. А для посетителей в 1950 году. Затем было постановление в 1967 году. То есть это были специальные постановления, специальные решения об открытии музея. И тем не менее они откладывались каждый раз. Да, откладывались. И очень важно, что многие из римских Корсаковых ведь не были в эвакуации. Кто-то был. Например, младший сын композитора Владимир Николаевич. Семья Штейнбергов была вместе с консерваторией в Ташкенте в эвакуации. Но ведь кто-то был здесь и провел здесь все дни блокады. Как, например, внучка композитора Татьяна Владимировна Римская-Корсакова. Как, например, дочь композитора Софья Николаевна. Ей, кстати, не удалось пережить блокаду. Но она даже мысли не допускала, что она может отправиться в эвакуацию. Такая возможность была. Но она понимала, что все вещи будут утрачены. И вот ради сохранения этих вещей они оставались в блокадном Ленинграде. Расскажите нашим слушателям о самом композиторе. Потому что, конечно, мне, как выпускница Московской консерватории, это и, в принципе, мой один из любимых оперных русских композиторов. Но в Рижанам не так хорошо известно его имя. Расскажите и об операх, и, может быть, его биографии. Ну, вы знаете, Римский-Корсаков – это мир, это вселенная, многомерный мир. И в нескольких словах даже не важно, даже кратко. А не нужно в нескольких словах. Вы прямо расскажите небольшой экскурс о его жизни. Может быть, какие-то интересные истории. Там уж действительно личность уникальная. 64 года, но много это или мало. Нам сейчас кажется, конечно, что это не очень большая жизнь. Но Николай Андреевич успел сделать так много, что этого хватило бы на несколько творческих биографий. Композиторская деятельность. Он автор 15 оперных сочинений. 11 из которых, кстати, были написаны именно в этой квартире. Начиная с ночи перед Рожестиском и до Золотого Петушка. То есть это был самый плодотворный, самый насыщенный в творческом плане период. Автор симфонических сочинений, которые, мне кажется, даже живут уже отдельно от имени автора. Потому что Испанская Капричо, Шахерозада, ну, практически все знают эти сочинения. А если не знают имени автора, то наверняка знают музыку. Педагогическая деятельность. Почти 37 лет своей жизни Николай Андреевич посвятил консерваторию. И он создает композиторскую школу. В списке его учеников многие знаменитые композиторы. Всего несколько имен достаточно назвать. Это и консерваторские, и частные ученики. Лядов, Глазунов, Стролинский, Оренский, Черепнин, Прокофьев. Список действительно внушительный. Дирижерская деятельность. Хотя Николай Андреевич себя не очень уютно чувствовал за дирижерским пультом, но считал, что все-таки кто, как не сам автор, может лучше всего донести до слушателей идею своего сочинения. А вы помните этот анекдот, где... В какой у него опере «Одиннадцать четвертей» и оркестранты говорили, «Римский Корсаков совсем с ума сошел». То есть как раз они считали так. Вы не помните, в каком это было произведение? Я запамятовала. Это хор на «Одиннадцать четвертей» и это «Снегурочка». Это «Снегурочка», да, как раз. Переделанный текст. У Николая Андреевича, кстати, было прекрасное чувство юмора, замечательное, очень тонкое чувство юмора. Когда ему говорили, что в ваших произведениях, ну иногда критически настроенные люди, нет ни мелодии, ни гармонии. Он говорил, а что же там есть? Пауза. К слову говоря, в этом году празднуется 140-летие со дня создания оперы «Снегурочка». И в нашем фестивале «Снегурочке» отведено отдельное место. И с этой оперой связан и наш музей, прежде всего квартира, поскольку одно из самых значительных собраний, и первое собрание в квартире состоялось с исполнением оперы «Снегурочка». И в этом году мы делаем аж три выставки. Две выставки пройдут в доме-музее в Тихвине, где он родился в этом городе. И в музее-усадьбе в Вичаше будут монографические выставки, посвященные именно опере «Снегурочка» Римского-Корсакова. А третий проект будет онлайн-проект, поэтому зрители в любой части... А как онлайн-проект, как к нему можно будет присоединиться и когда он будет? В этом сайте мы обязательно сделаем отдельную информацию, на какой платформе появится проект, посвященный «Снегурочке». Мы планируем его открытие к концу апреля. Вот сейчас при участии аж пяти музеев. Это наш музей. Мы являемся филиалом Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Это музей, театральный музей имени Бахрушина в Москве. Это национальный музей музыки Глинки. Также в Москве и два музея Чайковского в Клину и Водкинске. И у нас получится такой нестандартный подход к «Снегурочке». Снегурочке не только Римского-Корсакова, хотя и прежде всего Римского-Корсакова, но еще и Снегурочка-Островского и Снегурочка-Чайковского. Поэтому вне зависимости от того, где вы находитесь, где находятся ваши слушатели, мы всех приглашаем обязательно погрузиться вместе с нами вот в такое путешествие по Снегурочке. Это ваш сайт музей-квартира Римского-Корского? Это сайт театрального музея, сетим-музеум.ру. Мы являемся филиалом этого музея, поэтому вся основная информация, в том числе и выставка, будет находиться там. Дорогие друзья, на страничке нашей Фейсбуке я в комментариях публикую ссылку на этот замечательный проект, чтобы можно было вживую погрузиться в творчество Римского-Корского. Именно его, наверное, одну из самых лучших все-таки опер, это Снегурочка, и, наверное, сейчас наиболее часто которое произведение ставится на сценах оперных театров. Не скажу, что прямо самое часто ставящееся произведение, мне кажется, вместе с ним соревнуется еще и царская имя. Между прочим, обе эти оперы будут поставлены в Московском театре. Новая опера в эти дни, 19, 20, 21 числа, будут идти там оперные спектакли. Апреля или марта? Вот сейчас, да. Завтра и в течение четырех дней как раз пройдет вот такой в том числе и оперный симфонический марафон. А известно ли, какая была любимая опера у Римского-Корсакова? Кстати говоря, Снегурочка и была самой любимой оперой для Николая Андреевича. Хотя позже, в последние годы он иногда переживал, когда недооценивали царскую невесту, но все-таки считал, что кто понимает Снегурочку, тот понимает творчество Римского-Корсакова. Кто любит Снегурочку, тот любит творчество Николая Андреевича. Это была действительно самая любимая его опера. Ну вот, кстати, в Риге, я не припомню, что бы ставили в последние где-то лет семь Римского-Корсакова, но Ария отдельно поют из «Царской невесты» и из «Снегурочки». Две наши замечательные сопрано. Это, правда, Анастасия Лебедянцева сначала была мето-сопрано, и она исполняла Ария Леля. И с органом мы сделали очень интересные аранжировки, замечательно звучало. И Юлия Васильева, она как раз уже сопрано пела Арии Марфы. Я, конечно, когда училась в колледже, еще очень любила больше царскую невесту. И когда читала о том, что Римский-Корсков больше любит именно Снегурочку, погрузилась тогда еще более глубоко в эту оперу, чтобы оценить. Действительно, это потрясающее произведение искусства. И, кстати, дорогие друзья, для тех, кто, например, кому сложно послушать целиком оперу, хотя очень много записей в Ютубе, есть замечательный советский мультик, так и называется «Снегурочка». Он сокращен, он идет в течение часа, и там целиком музыка Римского-Корского «Снегурочка», «Самые лучшие Арии». И там вот это произведение можно послушать, мы с ребенком смотрим этот мультик, и она всегда с большим удовольствием, просто не отрываясь следить за действием. Это вот такая возможность послушать не трехчасовую оперу, а в течение часа, такая выжимка. Расскажите еще, пожалуйста, какие мероприятия запланированы в рамках вашего фестиваля, Илья Олеговна? Фестиваль действительно такой всеобъемлющий, в этом году он пройдет по всей России, к нам присоединились филармонии, музеи, учебное заведение. В самых разных городах это города, связанные с композитором, Москва, это город Тихвин в Ленинградской области, это Псковская область, но и более отдаленные регионы, это, например, Республика Башкирия, Олдмуртия, Самарская область, Кострома, Томск и многие-многие другие. И будут звучать и симфонические концерты, так, например, 19 марта в Александровском собрании, в Екатерининском собрании будет выступать симфонический оркестр под управлением Сергея Стадлера, завершит фестиваль, концерт в Большом зале филармонии при участии оркестра Михайловского театра. Симфонические концерты пройдут и в других регионах, но, безусловно, без внимания не останется и камерная лирика, ведь вокальные концерты, концерты камерной музыки пройдут абсолютно во всех городах-участниках нашего фестиваля. Но поскольку мы не ограничиваемся традиционными форматами, то в этом году у нас появился опыт, безусловно, у всех и онлайн-участия, поэтому некоторые филармонии, которым удалось уже открыть виртуальный концертный зал, представят в таких концертных залах онлайн-концерты. Их можно будет послушать как раз из любой точки мира. И, безусловно, будут еще такие более игровые форматы. Например, у нас в музее пройдет интеллектуальная игра в формате квиза и другие заведения учебные в Костроме, в Пскове подготовили специальные занимательные викторины по творчеству римского Корсакова. Ну и особенно нам приятно, что нам удалось привлечь не только музыкальные учреждения, оперные учреждения, но еще и к нам присоединился, например, торговый комплекс, Невский центр в Петербурге, который каждые полчаса в течение четырех дней фестиваля будет транслировать исторические записи опер римского Корсакова. Для нас это тоже важное достижение, потому что главная цель фестиваля – сделать музыку римского Корсакова доступной для всех в самых разных форматах и видах. Ну, кстати, про то, что вы рассказали про историческое создание произведений и как бы реконструкции. Ведь декорации и костюмы для опер римского Корсакова создавали выдающиеся художники того времени. Я сейчас не смогу назвать имена, но, может быть, вы скажете, кто сотрудничал из художников с римским Корсаковым? Там действительно были замечательные имена. Можно вспомнить, например, Аполлинария Боснецова, Как раз Небурочку, правильно, он делал? Садко, Билибин, который оформлял оперу «Золотой петушок». И, кстати, пушкинские сказки были любимы в семье римских Корсаковых. И книжка, оформленная Билибином, сказка о царе Салтане лежала всегда в гостиной на столике. И очень любили эту сказку и взрослые в семье Николая Андреевича, и дети. Вообще, Николай Андреевич в семье – это тоже удивительная тема, очень интересная, потому что, несмотря на всю свою колоссальную занятость, несмотря на то, что он был чрезвычайно загружен всегда, он всегда уделял время своим детям. Только представьте, что он занимался с детьми с альфеджиом, радовался их фортепианным успехом каким-то, задавал им гармонические задачи и проверял эти задачи. И потом эти гармонические задачи вошли в знаменитый сборник задач Римского-Корсакова, которые все теоретики прошли. Да. Да. Вообще, семья была вся очень музыкальная, замечательная семья. Дочери очень неплохо пели. Достаточно сказать, что Софья Николаевна, например, иногда пела в дуэте с Надеждой Ивановной Забылой в рубль на таких домашних музыкальных собраниях. Андрей играл очень неплохо на биолончели, а младший сын композитора был скрипачем. Он как раз учился в консерватории, практически завершил свое обучение, если бы не события 1905 года, когда и Римский-Корсаков был уволен из консерватории. И Владимир Николаевич не счел для себя возможным оставаться далее в консерватории, поэтому формально он полностью не завершил курс обучения, но после революции он как раз работал в разных театрах, в Римском театре, в Александринском театре. Так что вся семья принимала участие в таких домашних собраниях. Римский-Корсаков ведь не сразу, Николай Андреевич Римский-Корсаков не сразу стал музыкантом, и ему прочили совершенно другую профессиональную судьбу, верно? Безусловно, и это была целая традиция семьи, композитора, которая переходила к ним из поколения в поколение. Буквально с тех пор, когда они получили право именоваться римскими Корсаковыми с середины 17 века, открылась целая ветвь посвящения в морские офицеры, адмиралы, контр-адмиралы. И эта традиция, что называется, приходила от отца к сыну. И, безусловно, среди ближайших к Николаю Андреевичу родственников, это его дядя Николай Петрович Римский-Корсаков, да, безусловно, прадед. И было очень много открытий среди римских-корсаковых, связанных именно с такими дальними географическими исследованиями, географических открытий. Да и брат композитора воин Андреевич был не только связан с морем и посвятил этому всю жизнь, но и стал директором морского кадетского корпуса, ныне Академии морской, где продолжаются традиции этого учебного заведения, где обучался не только сам воин, но еще и его младший брат Николай, который шел по его стопам. И, конечно, с морем оказалась связана его и дальнейшая жизнь, поскольку он долгое время работал в качестве инспектора военных хоров, то есть оркестров, и много внимания посвятил этой деятельности, потому что тогда военные оркестры находились довольно в плачевном состоянии. Он считал, что уровень образования музыкантов военных оставляет желать лучшего, поэтому очень много сил посвятил и этому. Ну и, конечно же, его творческие страницы жизни также были посвящены оркестру, духовому оркестру, потому что это и создание концертов для сольных инструментов с духовым оркестром, и, конечно же, осуществление и переложений. Ну, а параллельная линия, это творческая линия, это своеобразный литмотив, тема моря, тема воды, которая прошла фактически через всю его жизнь. Достаточно вспомнить лишь Шахеразаду, можно вспомнить сказочные страницы его опер, это, конечно, безусловно, Садко, когда он погружается в морскую пучину, следуя за морской царевной, встречается с грозным морским царем, это и сказка о царе Салтане с прекрасными страницами, в том числе симфонических интерлюдей, связанных с морем. Так что творчество его, несмотря на то, что он отдал предпочтение именно композиторской деятельности, с морем осталось связано на протяжении всей своей жизни. И даже камерная, вокальная лирика также связана иногда с темами морской глади или, наоборот, стихии, например, романс, очень характерный романс, «Дробится и плещет, и брызжет волна». Ну и так далее. То есть тема моря, в общем-то, стала действительно таким рейтмотивом всей жизни. А как его родители отнеслись к выбору? Ведь часто, когда в те времена профессия композитора, музыканта, она не была настолько важной, как сейчас, и многие родители сопротивлялись тому, что их чадо вместо юриспруденции, вместо права, вместо, в данном случае, военной службы выбирают такой сложный хлеб. Конечно, тем более представитель дворянской семьи. Да. Он должен был находиться на службе, должен был служить. Но Николай Андреевич был поздним ребенком в семье. Отцу было уже 60 лет, когда Ника, а так Николая Андреевича звали в детстве, Ника, только появился на свет. И поэтому после ухода из жизни отца именно брат заменил Николаю Андреевичу отца во многом. И, кстати, директором в корпусе он стал только в последний год обучения Николая Андреевича. И можно представить, какую вообще ответственность лежала на юном выпускнике, как он хотел оказаться в числе 10 лучших выпускников этого учебного заведения. Но дело в том, что еще в период обучения в корпусе, да, брат, кстати, очень отговаривал от того, чтобы серьезно заниматься музыкой, потому что он считал, что это может быть увлечением в дворянских семьях, в общем-то, в семье. Да, развлечения и все, да. Владели инструментом, но основным видом деятельности, основой в жизни это не может быть. Должно быть еще что-то более весомое, что обеспечит надежное существование в дальнейшем семье. Но еще до отхода в плавание Николай Андреевич познакомился с очень интересными, перспективными русскими музыкантами. Кружок, который возглавлял молодой, энергичный Балакирев, который привил любовь, интерес к музыке. И вот эта встреча, наверное, была судьбоносной. И Балакирев был максималист, он сразу сказал писать не что-нибудь, не какой-нибудь маленький опус, а сразу симфонию. И вот эта симфония была практически написана ведь еще до отхода в плавание, затем завершена. Но Николай Андреевич был критичен прежде всего не к своим ученикам, а к самому себе. Свидетельство размышлений об этом первом опусе, критическая оценка этого опуса навсегда осталась на страницах первой симфонии рукописи, которая хранится сейчас в Петербургской консерватории в отделе рукописи. Как нелестно, какими нелестными эпитетами награждал себя композитор. И потом несколько раз возвращался к этому сочинению, переделывал. Все-таки интерес к музыке, любовь к музыке оказались сильнее, но ведь Николай Андреевич еще долгое время служил все-таки. Он находился на службе, пусть береговой, но это была служба. Он только в 1883 году вышел в отставку. Кстати, когда его пригласили в Санкт-Петербургскую консерваторию преподавать полифонию, я не помню, то ли он в письме, то ли в дневнике написал о том, что как же я буду преподавать полифонию, если я сам ничего там не знаю. он начал штудировать полифонию, изучать Иоганна Себастьяна Баха и таки принял это предложение. Вы не помните, кто ему предложил преподавать именно полифонию в консерватории? Не только полифонию, его пригласили и гармонию, теоретические. Повторите, пожалуйста, еще раз, кто? Азачевский. Комплекс предметов. Там была инструментовка, гармония, класс контрапункта, класс практического сочинения. Это был целый комплекс предметов. Но надо сказать, что при огромном списке учеников у Римского-Корсакова ведь не все были талантливы, безоговорочно. И Николай Андреевич даже говорил как-то с горечью, что стоит ли учить, сейчас, возможно, не точно процитирую, стоит ли учить того, кто ничего не стоит без учения. Так вот, Николай Андреевич относился к тем людям, которые очень многого стоят, даже без каких-то профессиональных знаний, сил и талантов. Но как только он оказался в консерватории, он погрузился в учебники, он решал бесконечные задачи, контрапункты и нарабатывал технику, которая у него была, интуитивна, но не была теоретической базы. Сила таланта. Ну, это действительно удивительно, поступить в консерваторию не в качестве студента, а в качестве сразу профессора. Кстати, у Николая Андреевича Римского-Корского, которым мы сегодня общаемся с сотрудниками мемориальной квартиры в Санкт-Петербурге, это Лидия Олеговна Адер и Нина Владимировна Костенко. Так вот, у Николая Андреевича Римского-Корского обучался Николай Ванадзинч, это основатель Латвийской Академии Музыки здесь, в Риге. И действительно, он выпустил целую плеяду известных музыкантов, и многие композиторы латвийские, если посмотреть биографии, то как раз обучались у римского Корсакова. Лидия Олеговна, есть ли еще какие-то моменты, на которые нужно обратить в вашем масштабном грандиозном фестивале? Просто хотелось бы очертить линию связующую. Дело в том, что мы с вами сегодня уже заговорили о консерватории, и очень важно все-таки для понимания ситуации с композиторами в XIX веке обратить внимание, что первая консерватория была основана именно в Петербурге в 1862 году. И, конечно, это оказало огромное влияние на становление вот такой профессиональной музыкальной школы, и, конечно, прежде всего, профессиональной композиторской школы. Поэтому в нашем фестивале постоянным уже регулярным партнером является именно консерватория, которая продолжает традиции композитора. Вот вы уже упомянули практически учебник по гармонии, не только это издание... Еще тебе инструментовки есть на многие языки мира и переиздано бесчисленное множество раз. Безусловно, основы оркестровки, двухтомное издание, которое было издано уже после смерти Николая Андреевича, подготовлено его зятем и учеником Максимилианом Асевичем Штейнбергом, также стало своеобразной настольной книгой для многих поколений учащихся. И вот именно с консерваторией мы проводим творческие вечера по самым разным направлениям. Ну, во-первых, традиционно в наших концертах у фестиваля принимают участие аспиранты, лучшие студенты консерватории. И вот завтра, 18 марта, по традиции, которая была заложена еще самим композитором, традиции музыкальных вечеров в гостиной, там же на мемориальном рояле будут звучать произведения композитора, его современников, учеников. И вторая линия, которую мы развиваем с консерваторией в наших дружеских отношениях, это линия фольклорная, с фольклором в творчестве римского Корсакова, как прежде всего еще и участника могучей кучки. Связано много творческих страниц, народная песня вдохновляла его, была использована во многих сочинениях. И, конечно, сборник исторских народных песен является такой классикой среди фольклористов, которые провели огромную титаническую работу по поиску исходных песен, по восстановлению, что называется, популяризации тех песен, которые Николай Андреевич записывал и воспроизвел в своем сборнике. И вместе с ними мы проведем фольклорный концерт в русском музее, в его филиале в летнем саду на открытом воздухе. Другая же линия это бесплатная музыкальная школа, на месте которой сейчас находится и отчасти продолжает ее традиции музыкальная школа римского Корсака, а бесплатная музыкальная школа Николай Андреевич не только преподавал, но еще и возглавлял ее вслед за Балакиревым. С ней тоже связано много творческих событий в жизни композитора и одно из них это главное это исполнение его первой симфонии под руководством самого Балакирева, который уже Нина Владимировна, заведующая нашего музея, упоминала сегодня в нашем разговоре. И, конечно, вот эти связи между консерваторией, между бесплатной музыкальной школой, между певческой капеллой, Санкт-Петербургская академическая певческая капелла является также регулярным участником нашего фестиваля. В ней он служил, во дворах капеллы жил Римский Корсаков, и с капеллой связано много знаменитых имен среди композиторов петербургской школы, поэтому вот они являются тоже участником нашего фестиваля в Петербурге. Вы упомянули про могучую кучку, которая, конечно, понятна каждому музыканту, но обычным слушателям непонятно, что же это такое «Могучая кучка». Кто в ней входил? Это название, которое появилось с легкой руки Стасова, но на самом деле, конечно, он не предполагал, что эти два слова вычленят, и мы будем пользоваться этим названием до сегодняшнего дня. Это была часть, вырванная из контекста статьи, небольшая, но уже «Могучая кучка русских композиторов». Действительно, содружество пяти музыкантов, хотя к ним примыкали в свое время и Ладыжинский, и Высаковский, но прежде всего это Балакирев по главе, Мусоргский, Римский Корсаков, Кюи и Бородин. Все молодые, энергичные, жаждущие познакомиться с новыми музыкальными произведениями, но как проходило это общение, просто ставили партитуру, на рояль, играли, анализировали, и вот на лучших образцах, старались понять, каким должно быть голосоведение, как нужно гармонизацию делать, какой должна быть оркестровка. Конечно, когда Николай Андреевич пришел в консерваторию, он очень многое переосмыслил, и многое ему казалось забавным и неправильным из тех посылов, которые шли от Балакирева, но Николай Андреевич действительно менял свои взгляды в течение жизни и учился, учился, учился до конца своих дней. И, между прочим, Михаила Андреевича Глинку он часто называл одним из своих главных учителей, хотя сам у Глинки никогда не учился. Скорее, вот таким проводником между идеями Глинки стал Милий Алексеевич Балакирев, его непосредственный учитель, наставник, поэтому, что называется, не только могучая кучка, но и Глинка, и общая атмосфера Петербурга того времени были источниками для вдохновения, таким стимулом для творческого развития. И, надо сказать, что, конечно, собирались в абсолютно неформальной атмосфере, и тогда были очень популярны салоны, творческие встречи, журфиксы, когда не нужно было договариваться специально об особой дате. Как правило, эти встречи были довольно регулярными, проходили по средам, как, например, это стало регулярным в квартире на Загородном проспекте Николая Андреевича. Встречались в доме у другого русского композитора, Доргомышского, где, например, в один из таких вечеров сёстры Пургольд исполняли ещё не оконченную его оперу «Каменный гость». Именно тогда состоялось знакомство Николая Андреевича с его будущей супругой Надеждой Николаевной Пургольд, будущей римской Корсаковой. То есть такие вечера были способом обмена мнениями, способом услышать новые сочинения. И, безусловно, поскольку записи тогда не существовало, играли две руки, в четыре, в восемь рук. Это было такое традиционное музицирование, благодаря чему появились, например, уже благодаря Митрофану Петровичу Беляеву, меценату, покровителю многих музыкантов, даже такие сборники, например, назывались именины, в которых принимали участие все присутствующие, которые специально сочиняли отдельные фрагменты именинных поздравлений в шуточном формате. Ну, кстати, напомню, что собирались не всегда по средам. Между прочим, первые собрания были по воскресеньям, потом они проходили в самые разные-разные дни, меняли это, были и четверги, и именно в доме римских Корсаковых. А потом уже вот с 1 января 1905 года решили собираться именно по средам. Но, кстати, как много ведь своего времени, своих сил римский Корсаков посвятил редактированию чужих сочинений. Он иногда говорил, что я чувствую себя ответственным редактором чужих сочинений. Можно спорить, но Мусоргский, Бородин, Доргомышский в нотном шкафу римского Корсакова хранились не только его рукописи, но рукописи Бородина, Мусоргского, Доргомышского, Глинки, все, чем занимался Николай Андреевич. И друг и почитатель Василий Васильевич Ястюцев относился к этому нотному шкафу, знаете, как какой-то драгоценной шкатулке, в которой можно найти все, что угодно. И, кстати говоря, вот эти сочинения, аранжировки, которые делал римский Корсаков, прозвучат в завершении фестиваля в Большом зале филармонии 21 марта. Потрясающе. Ну, кстати, один из Ваших концертов это творческая встреча римского Корсакова и Чайковского. А ведь при жизни они достаточно, ну, я имею в виду, что Снегурочка у Вас будет Чайковского и римского Корсакова, а при жизни оно не то, что они конкурирули, но вроде бы в дружеских отношениях не состояли. Расскажите немного об этом. Мне кажется, жизнь двух таких гигантов нельзя сформулировать одной фразой. И как раз действительно в музее Чайковского в Клину у Ада Григориевна Эйнбиндер представит вот такую историю о дружбе и соперничестве вот этих двух композиторов Чайковского, римского, курского. Это путь, который они прошли, параллельно находясь уже в двух городах в Петербурге и в Москве, они состояли в переписке, они встречались на концертах, следили с трепетом и большим интересом за развитием таланта каждого, стремились попасть на премьеру своих сочинений. И здесь это настолько всеобъемлющая история, что нельзя их назвать лишь соперниками или уже большими друзьями. Это история, которая, о двух людях, которые, безусловно, были гениальными композиторами, творчество которых стало символом времени и в настоящее время их сочинения звучат повсеместно, поэтому тут это такой, в общем, творческий диалог, который мы, что называется, приглашаем погрузиться в него именно на самой лекции, потому что, действительно, в одном слове сформулировать их общение нельзя. Но там были минуты дружбы, минуты диалога, когда они присылали друг другу свои соображения в области теории музыки, оркестрового мастерства, ну и, безусловно, конечно, минуты соперничества. Да, и, конечно, критика, критика тоже присутствовала у обоих, об этом можно ознакомиться в их письмах. Что бы вы посоветовали послушать нашим слушателям, которые сейчас слушают нашу передачу из Римского-Корского, если они ни разу ещё не слушали его творчество? Вступление к пересказанию о Граде Китиш. Моё предложение. Да, это Нина Владимировна нам предложила, а вы? Я бы пригласила вас погрузиться в мир Садко, безусловно, морских картин, для того, чтобы прочувствовать совершенно былинное ощущение мира Римского-Корсакова. Да, Римский-Корсаков в своём творчестве большое внимание уделял сказкам, былинам, и вот как раз у вас будет один концерт, полностью посвящённый фольклору, как много песен он записал, сам потом использовал, насколько по-разному они вместе с Чайковским использовали эти песни в своих материалах. Но, тем не менее, таких два русских композитора, сейчас, конечно, Чайковский больше известен широкой аудитории, чем Римский-Корсков, но мне кажется, это не совсем заслуженно, и всё-таки придут ещё времена, когда о Римском-Корскове заговорят с такой же, так же много и так же часто, как о Петре Ильиче Чайковском. Римский-Корсков это композитор Санкт-Петербургский, если можно так сказать, да, всё-таки? Скорее, Петербургский. Да, Петербургский, да. Дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. У нас в гостях были сотрудники мемориальной квартиры русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, Нина Владимировна Костенко и Лидия Олеговна Адер. И именно в эти дни в России будет проходить грандиозный фестиваль, посвящённый Римскому-Корскому, и именно 50-летию его мемориальной квартиры, я так понимаю, именно из неё вы сейчас общаетесь, правильно? Да, вы на рабочем месте. Вы там и находитесь. Экспонатка, то, что за вами находятся шкафы, патефон, это всё историческая ценность или это уже современная обстановка? Это наша служебная комната. Мы находимся в бывшей комнате сына композитора. Рядом у нас за стеной мемориальная часть начинается, в которой уже всё в мельчайших подробностях установлено. И, между прочим, если слушатели вашей программы захотят познакомиться с нашим музеем, есть целый YouTube-канал Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и серия программ, которая называется «Не музейные истории», где кратко, ёмко, но мы рассказываем интересные истории о тех предметах, которые окружают нас в музее, о тех подлинных вещах, которые сохранились и, безусловно, о жизни самого композитора и его творчестве. Ссылку я размещу в комментарии по сегодняшней записью нашего эфира. Благодарю вас. Очень интересная была беседа. Приятно было поговорить о Николае Андреевиче Римскове-Корскове. Желаю вашему коллективу дальнейших успехов делать ещё более грандиозные фестивали и, конечно, концерты и прославлять творчество великого русского композитора. До новых встреч. До свидания, дорогие друзья. Вам всего доброго.